На канале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня вот у нас такой практический вопрос про детские страхи. Сын иногда ночью приходит в слезах. Ему снится, что все умерли, он остался один. Как помочь ему справиться с этими страхами? Все зависит от степени того, насколько часто это повторяется, насколько глубоко и серьезно эта ситуация травмирует вашего ребенка. В самом по себе ночном кошмаре нет ничего трагического. Если по-простому, то надо вашего сына обнять, поцеловать, может быть, уложить его в свою кровать и пусть он поспит эту ночь с вами. Или если это может быть станет какой-то формой его капризы, не надо этого делать, а наоборот просто подойти к нему, посидеть рядом с его кроватью, подождать, пока он снова заснеет, погладить его, перекрестить, сказать ему, давай вместе помолимся. Посмотри, вот видишь, никто не умер, все живы. Бог любит тебя, Бог любит всех нас и допустит, чтобы случилось с нами что-то страшное. И все. То есть утешить, успокоить, обнять. В том числе очень важен для ребенка физический контакт. То есть действительно должны быть какие-то крепкие обнимашки, чтобы ребенок почувствовал себя не одиноким и защищенным. Но если вдруг ребенок приходит к вам регулярно, раз в неделю или, не дай бог, через день, если вы видите в его глазах не просто слезы, а какой-то неподдельный ужас, если, например, вы видите, что он приходит к вам после просыпания в каком-то измененном состоянии сознания, как бы он не здесь и не сейчас, и это становится реальной проблемой постоянной, то я бы посоветовал вам обратиться к специалисту, начав с психиатра. Это не значит, что ваш ребенок, как в народе говорят, псих, вот что ему непременно, так сказать, надо отправляться в больницу, но, по крайней мере, психиатр сможет определить, нет ли каких-то соматических повреждений, нормально развивается детский мозг, вот, все ли хорошо и, может быть, назначит какое-то компенсирующее лечение, опять-таки, подчеркивает, совсем не обязательно психотропные таблетки, как у нас сейчас боятся обращаться к психиатрам, мне пропишут что-нибудь, что сделает из меня овощи. Нет, речь идет не о подобной помощи, а просто о квалифицированном диагнозе того, что происходит с вашим ребенком. Но, подчеркиваю, это только в том случае, если действительно проблемы становятся регулярные, начинают вас самих пугать, вот, и вы осознаете, не понимая, может быть, даже что, но чувствуете, что происходит что-то вот не совсем хорошее, не совсем здоровое. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.